По мотивам советской пионерии в регионе развивают движение первых. Сотни ребят ставят перед собой единую цель – помочь землякам сохранить историю великой державы, развить потенциал и творческие способности. Этому способствуют конкурсы и фестивали. Они, в свою очередь, давно вышли за горизонт Ульяновской области и открыли для активистов возможность показать свой талант на федеральной площадке. За 2023 год проведено огромное количество проектов как для учащихся школьников, так и для студентов среднепрофессионального образования. У нас есть участники региональных и всероссийских проектов, которые были в Москве, в Волгограде, в Красноярске, в Нижнем Новгороде, в Самаре, в Саратове и еще в огромном количестве городов. То есть активно принимаем участие в 12 направлениях деятельности движения и сегодня мы особое внимание уделяем волонтерству и добровольчеству. Чего удалось добиться, обсудили на первой региональной конференции «Поехали». Знаменитая фраза Юрия Гагарина сегодня трактуется как девиз молодежи «Вперед к открытиям». А их за уходящий год накопилось немало. К примеру, Екатерина Ананичева стала на шаг ближе к своей мечте – стать телеведущей и внести свой вклад в медиамир. Мы запустили новый проект «Медиазавтрак» вместе с нашей медиакомандой региональной города Ульяновска. То есть я поучаствовала там в роли ведущей. Также смогла объездить почти всю нашу страну за этот год. Побывала в республике Мордовия на медиафоруме «Медиасистема». Движение первых открывает наши новые горизонты, дает нам возможности заводить новых друзей, найти себя, свое призвание и открыть все свои таланты. Ребята пишут, собственные проекты работают не только над идеями, но и учатся переносить их на материальную плоскость. Темы самые разные – от проблем несанкционированного кормления животных в зоопарках до сохранения культурного наследия. В этом году возможность презентовать свою концепцию подарил конкурс «Большая перемена», финал которого прошел в молодежной столице России – Нижнем Новгороде и помог активистам найти ответы на вызовы нового времени. Самым ярким и запоминающим событием стал для меня полфинал российского конкурса «Большая перемена» в Нижнем Новгороде и первый слет юных натуралистов в рамках форума «Экосистема заповедный край» в Камчатском крае. В следующем году я планирую развивать движение юных натуралистов в нашем регионе. У нас уже открылся клуб юных натуралистов, мы планируем открывать новые клубы, привлекать новых друзей в защиту природы. Воплотить задуманное поможет областное правительство. Вектор дальнейшего развития движения первых задали в Москве на Наблюдательном совете при президенте страны. О результатах встречи первые лица региона рассказали на официальной части конференции. Вместе с тем со сцены прозвучали слова поддержки и добрые пожелания в адрес активной молодежи Ульяновской области. Я думаю, что всем удастся обвиняться мнениями и выработать наиболее яркие и интересные направления работы для того, чтобы прежде всего деятельность движения способствовала развитию каждого нашего молодого человека. В завершение среди присутствующих выбрали самых активных ребят. У них в следующем году особая миссия представить Ульяновскую область на Всероссийском съезде движения первых. Поездка в Москву запланирована на февраль. К этому времени делегация от региона будет собрана. В нее войдут 10 инициативных пионеров современности. Александра Никитина и Сергей Кудаков. Управда. ТВ.